Давайте сразу познакомимся. Я так понял, у нас здесь 3 или 4 человека пишут под Android, все остальные у нас сервер-сайт. А кто из вас вообще использует Kotlin уже? Опять те же люди. Окей. Ну, смотрите, за меня уже немного сказали, меня срвут Серега. Мы Kotlin Production уже гоняем года два. И из них год это уже активно используем корутины. До того, как они релизнулись. Сейчас они уже стабильные, они в релизе. Но мы успели набить целую кучу шишек на них. Об этом я сегодня буду рассказывать. Также сегодня буду рассказывать вообще, куда прикладывать корутины, чтобы не болело. Где вообще может болеть. Какие самые популярные проблемы есть, потому что у нас в комьюнити постоянно приходят люди раз в три дня спрашивают одни и те же вопросы. И странно, но почему-то в документации об этом не всегда все написано, по крайней мере, в понятном виде. И как бы посмотрим демочку, будет лайф-кодинг. И что у нас вообще в финале получится. Итак, первая проблема, которую корутины в принципе созданы были для того, чтобы решать, это асинхронность. И у нас как бы на сервисах была эта проблема довольно-таки острая. Например, мы начинали со Spring Boot'а. У нас обычные сервлеты, там Кэтычи и так далее. И такая специфика, что это довольно-таки простая схемка. То есть к нам приходит запрос, нам надо запросить там юзера, его профайл. И дальше там какие-то последующие запросы. У нас на серверах может уходить сотня запросов к различным сервисам. И эти сервисы могут долго тупить. И если приходит много запросов от пользователей, и на каждого нужно сделать там под сотню запросов, то получается довольно-таки жирно. Поэтому у нас две проблемы. Во-первых, мы хотим это быстро отдавать, то есть по максимуму параллелить. И во-вторых, мы хотим, чтобы это все работало в неблокирующем виде. Поэтому мы себе нажили боль как асинхронность и начали с ней бороться. Самый простой способ с ней бороться, самый тупой, это калбеки. Кто любит калбеки? JavaScript. Вот, мне вас жаль. Потому что известно, что калбеки, они разрушают проекты, рушат жизнь и уходят потом от вас жены. Поэтому оно вам не надо, забудьте за это. Мы взяли вариант попроще, то есть стандартный. Это промиссы. В Kotlin и в Java это Complutable Future. То есть то, что в восьмой версии появилось. Оно работает железно, хорошо, но проект, когда растет, становится сложнее это все дело поддерживать. Поэтому мы начали смотреть другие варианты. На тот момент уже вышел пятый Spring с его реактивностью. Это как RX Java. Только для бэкэнда. То есть Project Reactor. Все круто. Мы его начали пробовать. Но это совсем другая парадигма. И мы не хотели отказываться от наших любимых форлупов или трайкетчев и упарываться во всем коде, во фэтмэпы. Поэтому если у вас просто асинхронность, у вас нет каких-то стримов, то этот вариант вам, возможно, не подойдет. Допросить меня, Олег, да кука. Поэтому мы остановились на таком варианте, как корутины. На тот момент они были еще в очень ранней разработке, но при этом довольно-таки стабильные. По крайней мере, JetBrains так говорил. И что они стабильные, мы им поверили. Ну, на самом деле, мы погоняли тесты, и для наших кейсов как бы все работало, кроме некоторых моментов. Я о них чуть позже расскажу. В общем, думаю, достаточно этого маркетингового булшита. Давайте смотреть на KotlinCode. Здесь ни у кого сахарного диабета нет, потому что будет много сахара. Окей. Смотрите, что мы будем делать. Допустим, у нас есть некоторый API, назовем его гитхабовый. У него есть методы, которые возвращают нам асинхронные результаты в виде completable future. То есть мы можем получить пользователя по имени, достать по пользователю его репозитория, фолловеров. Неизвестно, откуда у нас есть метод сохранения в кэше. Ну, плохой дизайн. Окей. И чтобы было более интересно, мы возьмем уже готовый код, который написан на промисах. Кому нравится такой код? Понятный? Вот. Что у нас здесь есть? Мы получаем пользователя. После того, как мы его получили, у нас отрабатывает, можно сказать, callback. Мы загружаем его в все репозитории. Мы загружаем его всех фолловеров. Потом мы это все дело комбинируем. Собираем это все в один профайл. И в конечном итоге мы сохраняем этот профайл в кэше. И возвращаем результат. То есть мы хотим запросить профайл для морти. Давайте попробуем запустить, что он до сих пор работает. Вот у нас загрузился юзер, фолловеры. На самом деле запросы не уходят. Оно все за хардкоджено, с небольшими задержками. Чтобы было проще с ним работать. Окей. Мы это все дело возьмем. Сделаем хорошо. Будем двигаться сверху вниз и переводить этот код у нас на карутины. Для начала мы хотим загрузить юзера. И мы будем использовать такую штуку, которая у нас развернет весь этот промис в suspension функцию. Я не буду конкретно интердьюсить, что такое карутины. По ходу дела поймете. Вот. В этом моменте у нас начинает ругаться, что мы пытаемся вызвать suspension method внутри функции, которая у нас не является suspend. То есть мы должны пометить тоже, что она у нас может засыпать. Здесь у нас уже ругается, что в main method мы пытаемся то же самое сделать. С 1.3 версии можно пометить весь main method как suspended и он будет работать. Вот. Если у вас еще не 1.3, сюда есть run blocking, который будет делать в принципе то же самое и на этом моменте блокится. Мы будем использовать новые фишки. Окей. Мы получили пользователи. Чему-то хенты сломались. Должно показать. То есть у нас полноценно возвращается здесь пользователь. Не completable future, как здесь, завернутого пользователя, а полноценный пользователь. То же самое мы будем делать для репозиториев. Делаем await. Получаем список репозиториев. Загружаем фоуеров. Теперь мы можем собрать до кучи профайл. Копипаста это плохо. Окей. То же самое делаем с кэшем. Да, он асинхронный, но мы для консистентности будем дожидаться его результата тоже. К нему мы вернемся позже. И в конечном итоге мы хотим вернуть наш профайл из этого метода. У нас он возмущается, что мы ожидаем здесь completable future. Нам нужен только профайл. Мы его успешно возвращаем. И больше нам не нужен join, потому что здесь у нас уже полноценный профайл. Все, этот код можно убрать. И тадам. У нас тот же код. Та же логика. Которая работает полностью идентично, но при этом этот код считается намного лучше. Согласитесь, здесь нет никаких колбачков, нет completable future. Все пишется в последовательном виде, как мы привыкли это делать. Денис, на что не нравится мне, это у нас эти длинные штуки с await'ами, поэтому мы здесь заинтродюсим, так сказать, API, который будет работать полноценно с корутинами. То есть мы его отрефакторим. Мы это сделаем так, но я не буду каждый метод переписывать, но у меня уже есть готовые, поэтому я их просто использую. Сюда поубираем await, чтобы они нам глаза не мозолили. По факту будет все то же самое. Окей, то есть мы из вот этого монстра сделали все получше. Кому так больше нравится? Отлично. Окей, мы сделали код более читабельным, то есть мы можем понаставить здесь даже breakpoint, оно все будет работать. Можем ходить, перемещаться по коду, у нас все загружается, все отлично. Немного багнутый дебаггер, но с ним работать можно. Окей, мы перевели наш код на корутины. Теперь мы хотим эти корутины как бы использовать во благо и добавить немного concurrency. То есть помним слайд, мы хотим загружать что-нибудь параллельно. Как мы это будем делать? С корректинами это все довольно-таки просто. Для того, чтобы что-то оптимизировать, нам сначала надо это померить. Поэтому мы замерим, сколько сейчас занимает время все это выполнение. Это из-за хардкоджины слипы, поэтому все вызовы API занимают по одной секунде и сохранение в кэше у нас капец какое долго, оно занимает уже две секунды, поэтому общее время у нас три вызова плюс кэш, это пять секунд. Есть от чего отталкиваться. Теперь давайте смотреть. Мы будем следовать такому правилу, что все, что не зависит друг от друга и занимает какое-то время, больше чем секунды, должно загружаться параллельно. Для этого мы будем запускать дополнительные коррутины. Что такое global scope, пока не паримся, нас интересует только async. То есть в этом моменте мы для репозиториев запустили новую коррутину, которая нам вернула, так сказать, свой промис, deferred, и код у нас продолжает выполняться далее. В этом моменте нас уже возмущается, что мы пытаемся пропихнуть промис, но мы не хотим промис, мы хотим дождаться результата. И то же самое мы сделаем для фолловеров. То есть что мы сделали? У нас загрузился пользователь. Дошло до репозиториев, мы запускаем новую коррутину, у нас уходит запрос на репозиторию, доходит до отсюда, запускает новую коррутину, еще одну, запрашивает фолловеров. И после этого именно в этом моменте у нас происходит await, то есть так как join в completable future, а только для коррутин, он suspendится в этом моменте. Это безопасно. У нас все это выполняется. в теории должно работать до сих пор. Вот, мы уже срезали одну секунду на выполнение. Нас не интересует в принципе сохраниться кэш или нет, поэтому мы его запустим и забудем за него. На этом мы сэкономим еще немного времени. Вот, у нас все это дело занимает 2 секунды. Если мы хотим загрузить очень много профилей, ну как очень, хотя бы несколько. Например, мы хотим загрузить профиль Дарика, Морти, самую, мы загружаем их профили. Теперь оно будет занимать чуть больше времени, 6 секунд на каждого по 2 секунды. Мы это тоже ускорим, потому что нам не нужно ждать, чтобы загрузить Морти, пока загрузится Риг. Сделаем точно такую же операцию, запустим новую коррутину. Здесь мы либо будем дожидаться у каждой await делать, либо мы используем удобные функции, дождемся их сразу всех. На выходе у нас получается список профайлов, никаких не deferredов. То есть все это дело у нас теперь грузится максимально параллельно и занимает по-прежнему 2 секунды. То есть если мы это делали, как мы это и делали, оно бы занимало сейчас 15 секунд, как бы не ученики. Вот. То есть у нас в Котлине такая диалогия, что мы, если хотим что-то делать параллельно, мы это делаем в явном виде. То есть у нас видно все точки, где у нас начинается все распараллеливание. Это каждая ветка, это отдельная корутина. И мы их потом мержим. С комплитабл фьючерами, например, у нас не всегда понятно, что грузится у нас асинхронно, что у нас не совсем асинхронно. И это не явность такая, не очень приятно, когда вылазит баги. Окей. В общем, довольно-таки простые кейсы, но в реальности нам нужны кейсы намного сложнее. Например, мы хотим отрабатывать дедлайны и тайм-ауты. То есть к нам пришел запрос от юзера, он не хочет ждать больше 5 секунд, например, и после этого он уходит. Если у нас там какие-то долгие выполнения, там 30 секунд надо, то есть мы не хотим на это тратить ресурсы, могут быть какие-то там API проплаченные, и мы к ним будем запросы отсылать. То есть мы хотим все это дело отменять по какому-то тайм-ауту, плюс мы хотим работать с ошибками. Давайте посмотрим, как это делается. Для того, чтобы работать с тайм-аутами, есть несколько способов. Самый простой — это все завернуть в helper-функцию стандартной библиотеки, которая логично называется, здесь тайм-аут. И мы хотим ждать всего одну секунду, и после этого все обрывать. Мы это запустим. Все окей, у нас через секунду вернулось, вернулся нул, и мы с ним можем работать. Но здесь не все так просто, как кажется, потому что если мы дождемся после того, как выполнился этот код в main-методе, и заново его запустим, то вылезут страшные баги, что на самом деле никакой отмены не было. То есть мы запустили корутины, и они поехали выполняться дальше. Если схематически посмотреть, то есть у нас есть запрос, пришел, мы ему сделали отмену, но при этом он успел уже наплодить каких-то своих корутин, и они продолжают дальше выполняться, даже если нас этот результат в принципе не интересует, мы не хотим никому возвращать. То есть это у нас корутин-лик называется. Вот, это было стандартное поведение до 0.26 версии, это было предрелизное, то есть они за месяц до релиза решили поменять все поведение, короче, и показать новую концепцию, как structured concurrency. Мы такие, блин, у нас там целая куча библиотек, и надо все переделать опять. Такие, ну, ок. В общем, о чем это structured concurrency? Если мы, ну, как бы привыкли, если мы запускаем какой-то поток или в GoLengue корутину, оно у нас запускается на глобальном уровне, то есть между ними нет никакой связи. Здесь они показали, что эти связи могут быть, то есть когда у нас запускается корутина, и она запускает какую-то другую корутину, то одна становится родительской, другая дочерней. И в этом случае, если у нас родительская корутина получает сигнал отмена, тогда она отправляет автоматически все ее дочерним, и они успешно закрываются. Как это выглядит на практике? Вот, теперь мы вернулись к Global Scope. Это и есть этот Global Scope, то, что мы запустили на глобальном уровне, между ними сейчас нет никакой связи. Теперь мы хотим сделать эту связь, чтобы у нас нормально отработали cancel-ы. У нас вот первый, самый глобальный scope, с которым мы хотим работать, это Timeout. То есть как только Timeout срабатывает, у нас должно отмениться все дочернее. В этом случае мы будем с ним работать, но DAIS нам не нужен здесь, поэтому будет просто Async. С профайлом все то же самое, только мы хотим его завернуть в свой scope. У него последнее выражение возвращается. И тут мы тоже поубираем везде Global Scope, они нам не нужны больше. Теперь, если мы это запустим, все стало получше. Опять секунд ждет, пока закончится. То есть через секунду у нас прошла отмена, но при этом у нас успела загрузиться, загрузиться юзеры. Что здесь произошло на самом деле? Учитывая, что мы сделали отмену, не было по факту разрыва I.O. То есть если запрос ушел, или у нас ушла транзакция в базу, у нас это не обрубится в рантайме. Оно уже дождется, пока выполнится, и после этого до первой suspension точки, когда оно дойдет, оно только тогда прекратит свое выполнение. То есть это безопасно в этом плане. Можно навешать своих хуков, которые там будут контролировать это, но это такое же advanced и не всегда нужно. Окей. В этом всем у нас по-прежнему есть бага теперь. Новая. Если мы тайм-аут фактически уберем, то есть 10 секунд у нас все успеет отработать, то мы можем увидеть, что время выполнения у нас теперь не 2 секунды, а 4. То есть мы добавили structured concurrency и сломали то, что мы только что наоптимизировали. Кто может сказать, что здесь не так? Кто-то с картинами работал. Дочерняя, да, близко. Фишка в том, что launch, он запускается тоже в этом caroutine scope, и даже если он называется fire and forget, то он все равно относится к этому scope, и этот scope не может закончить свое выполнение, пока все его дочерние не отработают. Поэтому в нашем случае он должен запускаться в отдельном scope. Понятно. Окей. Сейчас запустим, все будет замечательно работать. Окей. С тайм-аутами понятно, да? Давайте теперь посмотрим, что будет, если мы будем бросать ошибки. Мы же любим exception, мы же с Java пришли. Например, если у нас пользователя зовут Morty, не люблю я Morty, то у нас будет exception. Ну, нам для конкретного примера нужно уволить только одну caroutine. То есть у нас здесь их три запускается для Рика Morty из Summer. Мы хотим, чтобы упало именно на Morty, и при этом у нас отвалилось все. Чтобы что-то ронять, нам нужно для начала ловить наши ошибки. в данном случае у нас возмущается, что мы у него убрали scope, поэтому мы пока его запустим в глобальном. Так, что у нас происходит? выполнение пошло. У нас поймала exception, вернула, что у нас Scotland unit, одна секунда, но при этом у нас пошли все запросы для Рика и Summer. То есть опять вернулись к той же проблеме, что у нас отвалилась одна карутина, и мы хотим, чтобы все другие карутины тоже прекратили свое существование. В этом случае у нас здесь используется глобальный scope, то есть они не знают о существовании соседей. Мы хотим, чтобы они объединились, и exception из карутины Morty у нас пролез на самый верх и отменил всех соседей. Для этого мы обозначим свой scope и запустим в нем. И теперь у нас все отлично отработало. Секунда прошла, все окей. Надеюсь, с этим пока все понятно, да? Что-то пошло не так. Возможно, успел отработать. Нам просто… Даже не знаю. Наверное, в поведении что-то поменяли. Окей. Ладно, потом поддебажу. Кто перширик? А? Перширик? Нет, он слишком далеко зашел, он должен был умереть намного раньше. Нет, мне теперь это не дает. Наверное, не стоит обновляться на следующую версию картин. Ну ладно. Сегодня только вышло, я такой бодрый обновился. В общем, с веселой частью доклада мы закончили, мы переходим к более грустной, более серьезной, так сказать. В общем, все, что мы только что делали, это все работает у нас спокойно на одном потоке, на одном ядре. То есть, если мы хотим загрузить там тысячу пользователей, оно все будет спокойно бегать, все отлично. Вот. Но на наших серверах, как рассказывали, в Google Cloud у нас есть много ядер, мы их хотим все использовать. Поэтому мы в классическом виде что делаем? Мы запускаем еще один поток. То есть, мы хотим обработать там какие-то большие списки или посчитать факториалы. Кто считает факториалы? Неважно. Мы запускаем наполненный поток, все отлично параллелится, все классно работает. Если мы запускаем очень много потоков, они начинают между собой конфликтовать. То есть, работать у нас может на ЦПУ только один поток. Все остальное время все спят. Создание потока у нас это довольно-таки дорогая операция. Особенно, даже если использовать трейдпулы, переключение между потоками в основном всегда происходит на уровне системы, потому что они чаще всего мапятся один к одному. И это нужно сбрасывать все кэши, менять контексты. В общем, это проблемно. Если с этим проблемы, зачем мы это до сих пор делаем? То есть, у нас приходят запросы от пользователя, что мы делаем? Мы на том катетче выделяем ему целый поток сиди, жди. Если мы хотим сделать запросы для каких-то других систем внутри и распараллелить их, например, там у нас 100 запросов нужно сделать, мы создадим 100 потоков. То есть, нам пришло 100 пользователей и для них мы сделали 100 потоков каждому. У нас получается очень много. Каждый поток по дефолту там жрет или полмегабайта или мегабайт памяти. В общем, это очень много. Если сильно увлечься, то да здравствует ООМ out of memory приложение либо начнет сильно тупить, либо просто упадет. Это немного не то, что мы хотим. Поэтому тут на помощь приходят корутины. Они как потоки, они очень легковесные. То есть, мы можем запустить миллион, 10 миллионов корутин, они все будут спокойно бегать между собой и каждая корутина занимает несколько байт памяти. То есть, это даже меньше, чем на знаменитом голенге. Реализация немного отличается. Но здесь нужно понимать такую вещь, что корутины, они как бы не заменяют потоки. На самом деле они их используют. Только мы используем эти потоки очень эффективно. Мы создаем их и лимитированное количество, привязанное к количеству CPU. Но у своих корутин есть диспатчер, который что делает? Он смотрит свою очередь, достает оттуда корутину, скедживает ее на свободный трет, там делает какую-то CPU работу. Как только ему нужно засуспенниться, то есть мы сделали там find user by name, и мы в этот момент ждем секунду. Оно не будет занимать в это время поток. Он уйдет suspend, его выбросит в конец очереди и на ее место запихнет другую корутину. И так мы можем крутить миллион корутин на одном ядре без всяких проблем и overhead. Можно пойти намного дальше и отказаться от использования трейда API напрямую. То есть если мы хотим считать наши факториалы или работать с большими списками, мы будем точно так же параллелиться и создавать дополнительные корутины. Но нет смысла создавания миллиона корутин, чтобы считать факторио, а это как бы не даст большого буста вам. Но создать определенное количество корутины, они будут считать. Так оно и будет работать. То есть это тот подход, который используется в голенге, потому что у них точно такие же потоки, но у них нет прямого API доступа к ним, у них только горутины. Мы то же самое делаем с котленом, мы не используем напрямую. Надеюсь, вы с рантаймом поняли, потому что сейчас будем говорить о более проблемах, о таких штуках, как threadlocal и MDC context. Кто знает, что такое MDC context на бэкенде? Тредлокалы? Окей. MDC context это такая штука, которая использует threadlocal, она нужна для логов. То есть когда приходит пользователь, у него есть какой-то там юзернейм, IP адрес, возможно там какие-то Trace ID и мы это записываем в такой небольшой ящик, который лежит на уровне потока, чтобы потом мы когда записывали что-то в логе, это автоматически добавлялось и когда мы зашли в нашу любимую кибану, мы могли найти все действия пользователя или по Trace достать полностью все, что происходило. Вот, вот эта мега-крутая штука, она у нас полностью сломалась. это было неожиданно и неприятно и если вот взять такой упрощенный пример, что происходит, мы создадим ThreadLocal, запустим пять корутин, в каждой корутине мы зададим, запишем в ThreadLocal номер этой корутины от одного до пяти, от нуля до четырех, внутри мы запустим дополнительную корутину, где мы попробуем вывести реальную ID-ху и то, что у нас в ThreadLocal лежит, сделаем небольшую задержку и после этой задержки мы в основной корутине сделаем то же самое. Вот, если это все дело запустить, то получится, что во внутренних корутинах у нас всегда нул, то есть второе это то, что у нас в ThreadLocal, первое это то, что реальное. Тут потерялось и после того, как проснулась у нас корутина и попыталась вывести, у нас совсем бардак начал происходить. Вот, если мы включим, так сказать, Debug Mode и посмотрим, на каких потоках это все происходит, то мы можем увидеть, что вторая корутина изначально стартанула на третьем воркере, потом она запустила внутреннюю корутину на восьмом воркере и после задержки она вернулась не на третий воркер, а на четвертый. То есть мы не контролируем куда она ходит и поэтому у нас тредлокал и сломался. То есть мы не можем привязываться к определенному потоку. Это все довольно просто чинится. Мы всю вот эту работу с тредлокалом завернем в такую штуку как контекст. Вернемся чуть позже. Если мы запустим это все с контекстом вот этого тредлокала, то она все будет отлично. то есть все как мы ожидаем и что в этом случае происходит? Откуда вообще взялся какой-то контекст? То есть у каждой карутины есть такая штука как контекст. То есть сама карутина, которая занимает несколько байт, она за собой носит метаданные, эти метаданные можно использовать. Это коробочное решение. мы можем взять тредлокал, конвертировать ее в понятный для карутины контекст и сохранить эту карутину. И в этом случае, когда у нас диспатчер решает на какой поток это все закинуть, он берет карутину, видит класс, у нее есть контекст и он перезаписывает то, что есть в тредлокале на то, что внутри карутины. И вот внутри вот этого блока у нас всегда будет доступен весь этот контекст. И после того, как карутина отработала, нужно уйти в suspend, он это все возвращает на то, что было и мы можем так спокойно этим безопасно пользоваться. То же самое с MDC контекстом. Есть удобная helper функция. В коде на самом деле оно заворачивается там в самом начале, когда запрос пришел, там сделали фильтр, интерцептор, завернули и все окей, работает. Вторая проблема это большая проблема. это блокирующий код. Это не только проблема с корутинами, это в принципе проблема с реактивным кодом. Что это вообще такое? Кто-то представляет, чем отличается блокирующий от неблокирующего кода? Да? Окей, мы о нем поговорим тогда. Если мы вернемся к нашей схемке, где у нас крутятся наши корутины, и у нас в какой-то корутине выполнится внезапно блокирующий код, что произойдет? У нас заблокируется поток, там где она запускалась, и из-за того, что у нас ограниченное количество потоков, мы попросту будем терять ресурсы CPU. То есть он будет простаивать, потому что у нас будет работать только один поток. Если пойти all-in, упадет прот, он у нас упал в 2 часа ночи, это было неприятно, поэтому этот слайд был сделан кровью и слезами, поэтому об этом нужно беспокоиться и понимать тот факт, что корутины, они не делают каким-то магическим способом ваш блокирующий код неблокирующим, то есть об этом нужно беспокоиться. И какой вообще бывает блокирующий код. То есть если вы используете GDBC, он по умолчанию блокирующий, то есть запрос в базу, поток заблокирован. Если используете такие штуки андроидские, как OKHTTP, у них хоть и есть там типа асинхронная API, но по факту они под капотом создаются целую кучу потоков и тратят ресурсы. То есть они такие псевдо асинхронные. Если использовать ThreadSleep, все блокируется. Синхронизации типа Object Weight, тоже у нас начинает блокировать потоки. Но если он там занимает пару миллисекунд, как бы об этом можно не париться. А если вы такой приличный кусок кода на 10 секунд блокируете, то будет плохо. Или такая вот солянка и всего этого, страшная легоси, или какая-то библиотека, которую вы подключаете, вы не уверены, как она работает. Там может быть спрятана такая вот бомба. но на это есть ответ. То есть мы работали с обычным диспатчером, но нам предоставили такую штуку, как IO-диспатчер. Если вот взять на примере и вот внутри корутины мы запустим наш запрос в базу через GDBC, у нас здесь все как бы заблокируется, но мы можем с помощью контекста запустить этот код с помощью другого диспатчера. В этом случае у нас будет создан дополнительный поток, который мы можем спокойно заблокировать. И их можно создать сотню как бы целесообразность как бы под вопросом, но оно не сломает вам все приложение. Для корутины, где это вызывалось, это все будет выглядеть как обычный suspend вызов, то есть это все будет для нее безопасно. При том, что они когда показали эту штуку, у нас уже использовалось свое решение, у нас был elastic pool, то есть обычный thread pool, который безграничный, и мы туда закидывали всю эту работу. Потом это сделали уже в официальной библиотеке, и они начали клепать на это все оптимизации. То есть у нас хоть и два dispatcher, но они используют один pool потоков. Он одновременно и лимитированный, и резиновый. То есть для dispatcher, у нас если два ядра, то есть два потока нужно, то у нас из этого неограниченного пула будет использоваться всегда только два потока, а все остальное будет использовать айо-диспатчер. Это позволяет делать такие оптимизации, как брать контекст свитч. То есть даже если мы в этом коде переключаем запрос якобы на айо-диспатчер, все у нас будет происходить на одном потоке. То есть у нас здесь крутится карутина, нам нужно сделать запрос, этот запрос делается на этом же потоке. Этот поток помечается на что он используется для айо-диспатчера и после того, как он разблокировался, он возвращается в нормальное состояние и дальше работает уже с лимитированным пулом. Запутались, да? Сложно. Окей. То есть мы хоть используем здесь блокирующий код, делаем какие-то страшные махинации, перебрасываем на другие потоки, но по факту оно как бы не занимает много оверхеда. Да, да, именно он. Но на самом деле как бы очень много библиотек, которые работают уже асинхронно из коробки типа эластика, HTTP клиентов, всякие MongoDB, кассандровские и так далее. Ну, не считая самого главного HDBC, но как бы Oracle там что-то обещали, что они сделают, но прошло 4 года никаких подвижек и чуваки там, которые пилят реактивные библиотеки, они начали там свой R2DB делать, вот, к нему можно будет присосаться. У нас в коде всего только в нескольких местах используется вот это переключение на IOPool и как раз для HDBC. Ну, так сейвово работает. И раз уж заговорили за библиотеки, то нам нужно с ними как-то интегрироваться. То есть у вас, вероятно, есть уже какой-то код, возможно, это асинхронный код, мы с ним хотим работать. Я на примере показывал, как можно взять completable future и с помощью await'а использовать их с карутинами. То же самое будет работать для Guava и всех популярных таких библиотек и для реактивных стримов реактора и RxJava. То есть если у нас взять пример, где возвращается реактовый тип, то мы здесь просто добавим suspended метод, который нам развернет его и мы можем его спокойно использовать. То есть как бы с этим все окей. Вот. Как бы мы прошли такой длинный путь, мы у себя позаменяли все библиотеки, как-то научились работать с блокирующим кодом, но одна штука у нас все же осталась блокирующая. Я как говорил, у нас http сервер крутился на спринговых серверах и здесь стал выбор, что с этим всем делать. Самый простой способ был как бы остаться на том, что есть. Но не устраивало, поэтому начали смотреть дальше. Мы пытались совместить пятый спринг и его реактивные типы, то есть вместо обычных флэт типов юзера, мы возвращали моно-юзер или сингл-юзер, как оно в Rx делается. Но с этим есть проблемы, но оно работает на самом деле, оно становится ваш сервер неблокирующим и окей. Либо дождаться следующей версии спринга, либо в конце этого года будет, либо уже следующем будет официальная поддержка корутин, 5.2 версия вроде как. Над этим активно работают, но мы, как я говорил, это делали еще год назад, то есть этого даже в проекте не было, спринг тогда это еще поэтому был вариант еще заменить спринг. Мы как бы инженеры, мы принимаем такие взвешенные решения, поэтому выбросили спринг нахрен. На самом деле мы не использовали из спринга очень много всего, то есть мы не были завязаны на спринг клауд и все его библиотечки, обертки типа gdbc темплейты мы позаменяли на нативные. С этим проблем у нас не было, по крайней мере, в нашем кейсе. И как бы почему ktor что это вообще такое? Это не фреймворк, это библиотека для http, которая работает поверх net. Там всякие удобные DSL и это очень простая библиотека. То есть вы можете ее открыть, час почитать, вы уже можете писать продакшн код без всяких проблем. Для нас это было важно, потому что у нас в команде люди с разным бэкграундом, не все умеют в Kotlin и Spring. И когда они приходят, такие вау, Kotlin два дня пописали и все таки мы готовы ко всему. Смотрите пацаны Spring. И все, человек может пропасть на несколько месяцев, чтобы разобраться с этим Spring. Для нас было не очень окей, поэтому мы решили взять попроще и теперь у нас люди вникают за несколько дней и могут писать свои сервисы. Ktor той же командой, которая пишет библиотеку для Karutin. Поэтому все плюшки идут из коробки. Не нужно ждать, пока там выйдет какой-то 5.2 Spring с поддержкой Karutin. Вот. Дальше немного набросов. Если следовать бенчмаркам, то он работает в два раза быстрее, чем NodeJazz. Он работает в пять раз быстрее, чем классический Tomcat. И даже для нас было удивлением, он работает тупо быстрее, чем любой взятый GoLine Framework, кроме одного, но там страшные хуки. То есть это официальные бенчмарки, думаю, все знают, видели, когда-то сталкивались. То можете зайти посмотреть, там есть исходники. Вот. В общем, финальное. К чему вообще пришли? Во-первых, мы продолжаем писать понятный нам последовательный код, без всяких фэтмэпов. Мы с ума не сходим от этого. Мы довольны. При этом оно все работает в неблокирующем виде. Это нам добавило прилично так перформанс буста, как я говорил по бенчмаркам. Теперь мы можем хендлить не сотни коннекшенов, мы можем принять миллион пользователей, которые ждут какую-то ее работу 10-20 секунд, то есть можно всякие прокси-сервисы писать, и она будет работать. Мы избавились от огромного количества трэдов, то есть сейчас у нас все пограничено небольшим пулом, и это все эффективнее работает. Так как мы избавились от спринга и уменьшили количество трэдов, у нас теперь используется всего около 150 мегабайт памяти. Я когда опсом говорю такое, что у меня джавовая, ну они понимают лучше, что такое джава приложение жрет 150 мегабайт памяти, они такие, чувак, что такое вообще возможно? Но это факт, у нас так и работает. При этом мы как бы не теряем ресурсов, мы можем на один физический сервак запихнуть много сервисов, и они прекрасно будут уживаться вместе, то есть банальная экономия денег. Вот. Ну на этом в принципе все. Единственное, что хотелось бы сказать, как бы не стесняйтесь смотреть на свои решения сбоку, если вы там привыкли брать на все задачи спринг и пытаться забивать микроскопом гвозди, то это возможно будет не очень окей. И если у вас там небольшие сервисы, 5 табличек в базе данных, и там всего несколько роутов, то возможно вам не нужен весь этот монстр, и можете взять так. Либо вам не обязательно проходить весь этот путь, как мы сделали, и отказались от всего, чего только можно, зато у нас все в картинках. Вы можете использовать тот же спринг, вы можете в одном месте это заменять, и вы получите от этого профит, как бы будет так. Ну, на этом принципе все. Вопросы? Да. Ну, это уже другая проблема, уже нужен будет rate limiting, я так понимаю. Это да, это уже использовать такими внутренними механизмами, делать каналы, и ограничивать эту проходную способность, то есть в этом случае у нас будет там, да, 10 тысяч корутин создано, но одновременно мы можем делать, грубо говоря, там 500 запросов, да, и они будут выстраиваться уже в свою очередь, но при этом мы не будем заспамливать. Вот, как бы конкретно этот кейс Роман Элизаров, то есть техпредводитель всего этого проекта, у него целый доклад есть на эту тему, на Kotlin Conf было, вот, если интересно, там это все отлично рассказано, не получится за 5 минут рассказать, вот, но решение на это есть, как бы это довольно-таки стандарт. Просто там уже конкуренты хорошие, в Рикси получать не флору, дает баку прежен, Java 9, 9, 10, вы выглянули флору, то есть дает баку прежен, а к стриму майн баку прежен, а в коврите дает ну, это получается, ну, как бы нужно будет использовать каналы, то есть то, что я показывал, это самое простое API, но есть для этого как бы каналы с разной реализацией, и это как бы решается со стандартной библиотекой не нужно особо выдумать. то есть можно реализовать свой backpressure с этими каналами. Еще вопросы? Спасибо.